Я не буду тебе сейчас две минуты объяснять, что у нас произошло. Произошла огромная, большая, крупная, гигантская, самая масштабная на этой планете во вселенной задница. Мы обустроили игровые яйца и лаванду прям по максимуму. Потом увидели то, что кенгуру закрылись. Нас немножко совесть начала мучить то, что мы очень сильно подставили тренера и Танечку. И мы пошли к ним домой извиниться. Но там не так всё просто. Мы заметили то, что не купили билеты в Таиланд из жопа сливки. Сняли наличными 1 миллион рублей и мы их раскусили то, что не хотят свалить с этим поплом и не отдать его Геннадию Петровичу, у которого они его заняли. Но вот тут-то подожди, самая задница начинается. Мы вышли на улицу, увидели то, что наша лаванда и наши мои, точнее, мои яйца горят! Горят яйца! И что нам дальше делать? Кто это сделал? И как нам вообще дальше существовать? Вот я не знаю. Всё это мы выясним именно вот в этой серии. Мои бедные яйца. Неужели мы снова с Катей станем бомжами и у нас ничего не будет в этой жизни? Да как так-то, а? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не мои яйца горят и твоя лаванда горит! Туши! Яйца за тушу, подожди! Туши, туши яйца мои, туши! Ну, в смысле, игровые яйца, туши! сундук остался вот творожок остался держит ворожок кейс остался билет на самолет же айланд старый телефон аголом остался и ножницы остались это странное помещение от уши вот лапа осталось лапа осталось бананы остались подожди подать самое главное жопу этот велосипед и заслужители пердежа и жизни то давай на улицу давай на улицу быстро бери свой велосипед я свой драндулет и ставь его подальше отсюда вот сюда ставь давай 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 сейчас подожди у меня аж башка закружилась сюда подъедет еще сорвешься он не едет блин ладно ну знаешь зарядить надо это же электрокар у тебя давай иди сюда возьми его на голову и неси сюда я не умею на голову брать ты же сильная нет берешь две руки под низ опа поднимаешь и топаешь что сложного сила посмотрите у нас блин сгорело все наше имущество и посмотри на это как как мы с тобой это шли на на 10 минут как все сгорело я вообще не могу представить как оно все так получилось может быть это кто-то специально знал что мы идем 25 сраных серий этого сезона 25 серий мы с тобой пытались выкрутиться из этого говна который произошел над жизни сейчас начинать все с нуля у нас ничего нет все сгорело столько лет строили это помещение я нарабатывал свою клиентскую базу 10 лет сколько мы строили это помещение мы арендовали когда он уже построена была ты чё здесь расхныкалась то ладно ладно хорошо но все равно обидно конечно обидно обидно потому что сериал сейчас все я не знаю что что нам делать вот пойдем туда на мусорку будем с бомжами там тусоваться разве что или и опять я знаю чем мы будем заниматься тем чем мы занимались самом начале этого сезона будем задницы богатым школьником подтирать после школы будем в детском садике работать за вовочкой ухаживать и будем праздники проводить а тогда у нас была квартира мы жили хотя бы где-то а сейчас что а сейчас у нас не квартиры и бизнеса разве что два плаката остались и прогнившие его там вот эти бананы все и освежители придержа она это главное нет 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 это сто процентов вот я прям зуб свой даю то что это был или тренер или это так хотя нет танечка нет в предыдущей серии были дома у них ну бы там тайно пробрались их квартиру и танечка пришла домой поэтому это не могла быть танечка а может быть это твой грабитель в этот знакомый нафига грабителю взрывать мой салон если я ему же и подказал подсказал ограбить кенгуру вот он его ограбил кенгуру закрылась чертовой бабушей а почему ты должен доверять вообще первым попавшийся людям откуда ты знаешь его и вообще мотивы настроение отношения к тебе кстати возможно да я же не знаю кто такой грабитель на на самом деле какие он цели преследует ладно ты знаешь меня сейчас такое настроение печальная да наверное связи вот эти печальные не печали меня печальная у меня очень злое настроение и знаешь что я думаю что нам уже нечего терять даже освежители придержа поэтому можно их даже вот здесь оставить и уйти ты же понимаешь о чем я освежителях придержа вы от них нельзя забыть они мне пару жизнь спасали не тупи пожалуйста молодой человек ты не можешь прямым текстом сказать что ты от меня хочешь у меня сейчас башка не варит после вот такого я смотрю как горит вся наша жизнь прямым текстом в лоб скажи пошли забирать бабки какие миллион ты про миллион тренера и танечки наконец-то осенило а что что нам терять у нас нифига нет сейчас возьмем спали по-быстрому и никто вообще нас даже не узнать не увидит подожди 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 возможно кто-то сейчас не понимает иди сюда еще ближе подойди еще в предыдущей серии мы пробрались квартиру тренера и танечки и нашли там в мусорном ведре кейс с миллионом рублей и два билета жопа сливка таиланд они по ходу хотят свалить с этого города под подожди есть ты не видел предыдущую серию сначала ее обязательно посмотри чтобы ты понимал что сейчас происходит то есть ты хочешь украсть миль а знаешь чё давай пошли у меня есть план видишь моей правой руке лом знаешь для чего он предназначен дверь по-моему там и так открыты не надо его мать не двери ломать а кому-то череп ломать давай заходи это сто процентов или тренер или танечка это сраная а что нам терять в этой жизни мы все просрали все 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 мечты которые у нас жизни были мы просрали если посадят после этого значит посадят а если не словят значит мы с этим миллионом свалим куда-то в азербайджан и будем на берегу океана купаться да в азербайджан то не надо у нас билеты есть на руках мужик и забрали танечку то убивать зачем я где никто не будет подожди реально дома танечка если короче она я я легонечко просто возьму так просто по башке немножко танечка вырубится я забираю миллион и мы сваливаем в таиланд билеты ну скоро вот уже надо будет вылетать да нет я я я легонечко и она она вырубится максимум на минут 15 обещаю звони в дверь она выходит я сразу просто как я сказал и все еще раз позвони давай раз сейчас подожди что раз она выйдет я стук звони еще раз милый это ты заходи я в душе да да это это я это я дорогая моя зайчик мой пупсик миленький я дома не таким голосом разговаривать думаешь она поверит ли кем-то другим что у тебя с голосом милый я мороженым мороженом поел на остановке там бабульки мороженом продавали вот ахрип ахрип он немножко да не не обращай внимание дорогая иди сюда подожди кейс с деньгами кейс с деньгами он в ванне в мусорном ведре а ну понятно милый ну давай рассказывай гори только громче вода шумит кого рассказывать погода вроде нормальная на улице все хорошо нечего рассказывать мой себе там задницу как как нам пробраться в ванну и как ну ты жёг эту чертову лаванду игровые яйца все прошло по плану вот мы все и выяснили кто нам эту жизнь испортил и давай заранее вызывай реанимацию я пойду по башке кому-то стукну не останавливай меня даже я забираю я забираю кейс зайчик усатый можешь мне спинку потереть конечно ладно план отменяется пожалуйста не дорогая извини не могу я не дотягиваюсь только попробуем сейчас пойти чужую бабу трогать и не буду чужую бабу трогать не горю то что я не буду и спинку мыть какая нафиг спинка я только вот только твои спинки трогаю ну ну не забей ну пожалуйста зайчик мой усатый не зайчик я не могу извини пожалуйста вот вот сейчас вообще не до этого честное слово ладно катюха ты уже здесь что-то воруешь да кольцо ну почему же усатик мой почему я не могу и спинку потереть я я чинил машину все руки в солярке и масле вот машине ковырялся вот руки испачкал не могу грязная будешь не могу но у тебя же нет машины чужую машину чинил я в чужой машине колупался да без разницы по мой спинку пожалуйста дорогая только при одном условии ты не оборачиваешься и даже не смотришь на меня я стесняюсь твоей спины просто хорошо хорошо усатик мой а вот ты меня никогда усатиком своим не называешь хоть я тоже ладно так ты забирай забирай тихо 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 все подожди я не могу запрыгнуть ты душ ты душ сломала отвернись я починил отвернись я починил так как запрыгнуть в эту сторону ты опять душ сломала я только начинаю милый мне кажется ли у тебя руки костлявые стали ты же у меня мускулистый что произошло так я говорю я колупался в чужой машине там руки грязные колупался машина-то чужая вот владелец машины меня и заметил то что я там колупаюсь вот пистолет достал вот я от него начал убегать вот пока убегал 10 килограмм скинул вот руки костлявые господи что же ты несешь ты собрала я рассказывай как твои дела жонушка моя противно щас попрыгаюсь забери деньги уже пожалуйста я уже давно заправа деньги я не знаю что ты там намываешь ей потри ниже дырку протрешь протри ниже усадик мой алло куда еще ниже я протираю я тру так низко как только можно я сейчас уйду с этим кейсом и ты меня больше никогда не увидишь ну еще еще ниже да уже некуда ниже я тру так низко как только можно ну вот там вот добойся давай душ сломал опять я пойду в машине дальше колупаться подожди 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 у меня же есть другой кейс какой вот предыдущей серии в этом кейсе ноутбуки лежали я шотик подогнал сейчас здесь ничего нет я сейчас туда подложу вот этот пустой пустой кейс чтобы они сразу заметили пропажу милый принеси мне пожалуйста чистое полотенце у меня только ножницы есть держи пошли так надо убедиться то что все здесь все на месте да тут миллион 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 чтобы ты просто понимал лямчик а еще моральный ущерб который моральный ущерб нельзя восстановить в принципе поэтому вот один лям это как раз еще и да и вообще обалдели поэтому можно пошли домой здравствуй курица общипанная я тебе ноготочки делала лучше в своем мире вообще заткнулась и подошла сюда ко мне геннадий петрович здравствуйте а вы кому если не секрет да деньги свои приехали забрать у кого а у тренера который должен вас и кое-кого наказать очень интересно стало кого наказать очень прям его нет дома мы только что от него там спустите его нет дома поэтому да давайте в следующий раз придет его накажите пока только танечка она моется в душе откуда мы знаем то что на пушку это я чисто предположила гипотетически да еще вы еще и с охранниками да отошли а да тут проблема у нас там сказали передать вам то что подъезд закрыт на бессрочный ремонт на ремонт до свидания а